всем привет меня зовут наталья вы находитесь на моем канале все в жизни связано и сегодняшний мой видео урок будет посвящен вязанию вот такой вот шапочки бини из пуха норки сейчас настаёт как раз сезон для таких шапочек значит они одинарные но связаны в две ниточки и подойдут на сезон осень весна и еврозима они получаются вот такие нежные мягкие пушистые но в то же время не толстые и прекрасно защитят вас вот в такие легкие в легкую непогоду от сырости от легкого морозца а вот и тем не менее не будут такими массивными и толстыми и плотными которые требуются уже на суровые на суровые морозы значит вязать эти шапки эту такую шапку я буду и эти в принципе у меня связаны из пряжи пух норки состав этой пряжи как вы уже знаете входит ангора пух ангоры и полиакрил значит заявлено производителем процент ангоры 90 полиакрила 10 но по многочисленным отзывам и некоторые даже вроде бы девочки населены экспертизу то здесь немного не соответствует действительности пуха ангоры меньше где-то примерно до 60 процентов а 40 полиакрил вот но тем не менее они очень теплые очень пушистые и на такие на такой сезон как осень весна евро зима прекрасно подходят значит палитра этой пряжи очень очень обширная разнообразная у меня вот связано несколько вы можете видеть какие красивые цвета сегодня я вязать буду из вот такого оттенка его называют либо кремовый либо айвори оттенок очень красивый нежный и такой нейтральный значит у меня пух норки с красной этикеткой они есть еще с голубой есть желтой на самом деле не имеет никакого значения качество пряжи одинаковая значит метраж в этой пряжи 350 метров на 100 грамм как я уже сказала вязать будем в две нитки плюс одна вот такая дополнительная нить она идет в комплекте с этим моточком для стабилизации полотна кто-то ее добавляет кто-то не добавляет кто-то добавляет пропорционально основной пряжи например если в одну нить то одну дополнительную если две нити две дополнительные я выбрала средний вариант это две основные нити и одна нити дополнительная а вот такой плотности я и буду вязать свою шапочку девочки сейчас я вначале каждого видео вам напоминаю что обязательно просматривайте информацию которая находится под видео там в процессе вязания могут возникать какие-то нюансы выплывать какие-то моменты я их указываю под видео также я указываю там основные моменты то есть какая пряжа какой расход какой размер и так далее значит а также не забывайте подписываться на мой канал и ставить лайк если видео понравилось пишите в комментариях задавайте вопросы какие вас интересуют я вам отвечу на них а вот что касается по расходу значит на такую шапочку а у вас уйдет неполный моточек в моточке 50 грамм неполный моточек такой пряжи шапка у меня на размер 55 57 вот и соответственно на этот размер вот такой расход будет значит и сейчас расскажу вам что понадобится для вязания этой шапки а нет еще покажу как бы чтобы вы посмотрели много очень в интернете и видео шапочек по вязанию шапочек бени и у меня там есть где-то в самом начале когда только начинала вести канал там немножечко но по-другому связан наборный край и закрытие макушки процессе вязания определилась для себя как лучше удобнее и произвела все расчеты значит посмотрите у меня вот такой вот наборный край он как выглядит как цепочка это связано это наборный край называется болгарский зачин он мне очень нравится он эластичный не стягивает край изделия и шапочки потом не заворачивается дальше шапка связана лицевой гладью и вот такая вот закрытие макушечки вот таким образом я тоже покажу как это делать и расскажу вам по расчетам сколько вязать в высоту для того чтобы шапка хорошо сидела на голове значит теперь что касается материала который вам понадобится для вязания значит ну соответственно пряжа моточек любом цвете пуха норки плюс дополнительная катушечка спицы я вязала на спицах 375 можно взять 4 можно взять три с половиной зависимости от того насколько плотно вы вяжете если вы вяжете туго то тогда берите спицы побольшего размера четверка если вы вяжете рыхлой то тогда берите три с половиной я вот я вяжу средние я взяла вот 375 такая плотность меня вполне устраивает так теперь помимо спиц вам понадобится маркер для обозначения начала ряда и еще потом три маркера когда мы будем на 4 клинышка не делить нашу макушку когда будем закрывать так потом для закрытия макушки когда мы не будем на 40 сантиметровых круговых спицах помещаться нужны будут спицы такого же размера только чулочные так дальше вам понадобится ножнички чтобы нить обрезать понадобится также игла с широким ушком для того чтобы потом стянуть макушку и обязательно вам понадобится счетчик рядов потому что мы будем до закрытия макушки вязать определенное количество рядов 60 у кого нет счетчика ведется внимательно считать или записывать а вот это то что касается материалов которые нам понадобятся для вязания этой шапочки вини все предварительно я вам все рассказала можем приступать к вязанию так как модель шапочки очень простая и вязать присоединиться к вязанию смогут даже новички поэтому я покажу как из одного моточка мы будем вязать в две нити значит первый кончик это у нас с наружной стороны мотка и дальше мы с вами ищем серединку и из серединки пытаемся отыскать второй кончик нити мы достаем с вами ниточки и вот я серединки нашла второй кончик и вот таким образом будем вязать две нити и добавляем дополнительную примерно чуть больше метра отматываем на наборный край и начинаем набирать кто знает набирает самостоятельно кто не знает показываю значит первые две петли набираются самым обычным классическим способом и дальше мы меняем только вот наш большой палец сейчас он лежит на нити которая ближе к нам а теперь мы его вот таким образом перебрасываем внутрь вот так и набираем подхватываем нить и набираем еще одну петлю вот так вот она у нас закрепляется следующая петля набирается обычным способом снова палец внутрь вводим и набираем следующую петлю еще раз палец вводим внутрь там не столько мешает я не вижу что я вижу и вот так подхватываем и набираем снова обычным способом снова меняем положение большого пальца и так чередуем до самого конца количество набранных петель обычным способом и меняем положение большого пальца внутрь значит набираем на мой размер кто вяжет 55 57 набираем 100 петель плюс одна петля для замыкания в круг еще несколько несколько раз несколько петель и чик покажу и набираем самостоятельно чередуем 100 петель плюс 1 для замыкания в круг набрала я 100 петель плюс 1 для замыкания в круг и теперь замыкаем в круг для этого с правой спицы на левую перебрасываем одну петлю и с левой спицы крайнюю петлю крайнюю петлю набрасываем на эту катку которую мы перебросили там старайтесь ногтем зацепить вот так и снова крайнюю перебрасываем и подтягиваем вот так теперь надеваем маркер который будет обозначать начало ряда и начинаем вязать по кругу просто лицевыми петлями давайте первый ряд провяжем и потом я дальше дам инструкции сколько вязать в высоту нашу шапочку давайте вяжем первый ряд просто лицевыми петлями за переднюю стенку так первый ряд провязан и теперь таким же точно образом за первую стенку вяжем лицевой гладью ровно 60 всего 60 рядов или 18 сантиметров примерно плюс минус для вот для этого вам и понадобится счетчик рядов вот здесь у меня между началом шапочки и до начала убавок либо 60 рядов либо 18 18 с половиной где-то сантиметров там зависимости уже от вашей плотности и от вашего номера спиц больше здесь особо показывать нечего вяжем самостоятельно 60 рядов и 3 точнее даже 59 рядов а в 60 ряду мы расставим с вами маркеры разделив наше количество петель на 4 все вяжем 59 рядов и встречаемся в шестидесятом ряду самостоятельно и так я провязала 59 рядов а в шестидесятом ряду я распределила все наши петли на 4 части так как у нас 100 петель я каждые 25 петель отделила маркерами и теперь уже 61 ряда я начинаю делать убавление то есть формировать нашу макушку значит у бабочки делаем следующим образом в 60 ряд не довязан вот две петли до конца и вот с правой с правой стороны маркера и с левой стороны маркера мы будем делать убавки каким образом значит с правой стороны маркера мы будем делать убавку с наклоном влево для этого мы первую петлю снимаем на спицу вторую провязываем и затем снятую петлю перебрасываем через провязанную подтягиваем вот таким образом перебрасываем маркер следующую петлю мы провязываем просто лицевой и дальше идет следующая убавка с наклоном вправо мы первую петлю теперь провязываем надеваем на левую спицу и вторую петлю перебрасываем через провязанную и у нас и подтягиваем у нас получилось убавка с наклоном вправо видите она смотрит в правую сторону а это у бабочка смотрит в левую сторону дальше точно также провязываем лицевыми петлями не довязывая две петли до следующего маркера итак у нас осталось две петли до маркера мы делаем убавку с наклоном влево первую петлю снимаем вторую петлю провязываем лицевой и первую петлю перебрасываем через вторую и подтянули перебросили маркер следующая петля у нас лицевая и дальше убавка с наклоном вправо первую петлю теперь мы провязываем и вторую перебрасываем через провязанную петлю таким образом делаем убавки вокруг каждого маркера до конца этого ряда самостоятельно и так первый ряд с убавками у нас провязан следующие два ряда вяжем просто лицевыми петлями без убавлений вот этот первый который я начала и следующий второй то есть после ряда с убавками 2 ряда вяжем без убавлений довязали мы провязали мы два ряда без убавлений и теперь следующий ряд снова идут убавки точно такие же как мы сделали в первом ряду то есть первая петля снимается 2 провязывается и 1 петля набрасывается на вторую не забывайте подтягивать что вас петли не были растянутыми перебрасываем маркер провязываем центральную лицевую петлю и все делаем точно так же только на в обратном порядке 1 теперь петля провязывается 2 перебрасывается через провязанную петлю таким образом делаем убавки на протяжении всего этого ряда вокруг маркеров. второй ряд с убавлениями провязали и следующие два ряда снова вяжем лицевыми петлями без убавлений. провязали мы два ряда без убавлений, а теперь со следующего ряда мы будем чередовать ряд с убавлениями ряд без убавлений ряд с убавлениями ряд без убавлений и так мы будем вязать до самого конца макушки пока на спицах не останется всего 12 петель когда станет неудобно вязать на круговых спицах переходим на чулочные спицы и так этот ряд у нас идет с убавлением убавки делаем точно так же как я и показывала следующий ряд идет без убавлений и так чередуем пока на список не останется 12 петель потом встретимся и закроем нашу макушку вот я довязала до того момента пока у меня на спицах осталось 12 петель по 3 петли на каждой спице и теперь я обрезала основную нить вставляем ее в иголку широким ушком и стягиваем макушку переносим все петли на иглу убираем маркеры всего должно было получиться у нас 11 убавлений вот если пересчитать наше убавление с самого начала всего получается 11 так перетянули и теперь это у нас дополнительная ниточка перетянули и теперь просто стягиваем нашу макушку и теперь вот так под петельками по кругу закрепляем ниточку протягиваем нить в середину и изнутри закрепляем вот такая макушка получилась вот такая шапка у нас вышла закрепляем нить которая внутри закрепляем нить которая у нас в начале вязания осталось дальше нужно будет провести в этого обязательно шапочку постирать она распушится разровняются петельки разровняется низ и все и можно ее носить сейчас как раз наступил сезон для такой шапки а на сегодня у меня все мастер-класс по вязанию вот такой простой элементарной шапки бени но тем не менее которая не выходит из моды уже много много сезонов у меня закончен кому понравился мой мастер-класс подписывайтесь на мой канал ставьте лайки и жмите колокольчик чтобы не пропустить следующие видео которые я планирую записать с таки с не менее красивыми и популярными вещами после вто видите вот так шапочка выглядит до вто и вот так уже я вам показывала выглядит уже после вто уже становится она пушистой ровные петелечки низ не закручивается вот таким образом выглядят эти шапочки после этого все на сегодня у меня все всем пока ну 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 ну